Итак, что же перед поездкой в Таджикистан? Что же это было? Это была вынужденная, непопулярная необходимость. Цель поездки была собственно одна, это поговорить лично по границе, потому что в Таджикистане все решает один человек. Поэтому все переговоры, которые ведутся на всех других уровнях, например, по границе Таджикистана, они технические. Ключевое решение принимается на уровне президента Таджикистана, и, собственно, переговоры можно вести только там. А ждал ли кто-то от этих переговоров многого? Я думаю, нет. Обе принципиальные позиции обеих сторон известны, особенно жесткая позиция Таджикистана. И там расхождений с нашей позиции по границам крайне много. Кто-то считает совместным использованием этого забора. Таджикистан четко артикулирует, что Варуха это не анклав, и к нему будет дорога, которая будет пользоваться Таджикистан. Таджикистан с этим, например, официально до этого не был согласен. Хотя я там вариантов предлагался. То есть мы видим, что по границе есть крайне серьезное разногласие. И Таджикистан, в принципе, не имеет серьезных мотивов пока свою позицию уступать. А Кыргызстан в силу большей демократичности, в принципе, сейчас находится в ловушке. Такое, с одной стороны, люди не простят любой власти уступку какой-либо земли. А с другой стороны, за 30 лет не решения этого вопроса ситуация стала настолько критической, то есть нарыв уже лопнул на Баркинской области. И ситуацию легче там уже не сделать ни для кого. Сейчас ситуация находится в такой замороженном состоянии, когда, по сути, мы обрубили всю торговлю, сделали хуже не только таджикам, а для них это действительно болезненно. Но пока не критично, но болезненно. Но и сделали больно, прежде всего, пограничным своим, приграничным, пограничным населенным пунктам. Сломав им агробизнес частично, частично повысим стоимость продуктов питания, которые они завозили из Таджикистана. В основном касается Баткенской области. То есть ситуацию решать надо. Поэтому, собственно, для паров и поехал. Я думаю, я уже не один десяток раз пожарил, что вообще начали решать этот вопрос по гониться. С другой стороны, этот вопрос бы все равно уже решался, но не в нашу пользу. Просто физическим захватом нашей земли. А в целом, то, что встреча прошла, и ее итог, главное, что хотели услышать не только в Бишкеке, а также в Ташкенте, в Москве и Пекине, то, что стороны адекватны и готовы к дальнейшему диалогу. С этой стороны, поездка внутреполитическая, ну, скажем, спорная для имиджа президента, но в долгосрочной стратегии для государства крайне выгодная для нашего государства. Потому что он поехал, будет подписаны, конечно, ряд каких-то документов. В основном понятно, что это все, скорее, так сказать, интересная, необходимая, но шелуха. И до переговоров, там, по разным оценкам, с 6 до 8 часов шли переговоры, это по границе. Они не могли закончиться ни хорошо, ни быстро. И это этап, который демонстрировал, что вот президент Кыргызстана приезжает, и теперь президент Таджикистана приходится, он уже об этом подтвердил, приезжать в Бишкек, вести такие же переговоры, скорее всего, очень сложные, и которые, конечно же, не закончатся тем, что там условные таджики тут же сдадут свои позиции. Нет, как и мы свои позиции сдавать не будем, так и они. Но вопрос надо решать. Так что, ну, хорошим результатом в ближайшем месяце будет, если ускорятся темпы делимитации границы. У нас там несколько сотен километров не делимитированной, не демаркированной границы. Каждые там 5-10 километров, которые удалось четко решить, где можно ставить столбы, натягивать колючую проволоку, это огромная победа для всей государственности Кыргызстана. Потому что именно там уже не удастся напасть на Кыргызстан. Потому что есть четкие границы, охраняемые, в том числе ООН. Пока границ нету, никакой конфликт любой интенсивности, если хоть там в сухую раз бомбят несколько сел с тысячами жертв, между других государств они признают его актом нападения. Что мы, собственно, и прошли весной. Если кто-то не понял, то нам ни одна страна в мире четко не выразила какой-то официальной поддержки. Все сожалели для улюбитых обеим сторонам, но никто не обозначил. Границы нет, поэтому конфликт считается даже не пограничным, а просто на неописанной территории. Это большая проблема. Эта проблема гораздо больше, собственно, чем любые другие имиджевые какие-то вещи. По самому ходу переговоров, видно, что они тут крайне тяжело. Потому что, в принципе, ни одна из сторон пока не имеет... То есть Кыргызстану президент не может сдать ни одной части земли, потому что его не поймут в Кыргызстане. А президент Таджикистана, у него нет никаких стимулов тоже уступать какие-либо свои переговорные позиции. Да, Таджикистан сейчас более... Тоже сложные позиции, как и мы, находимся из-за торговли, из-за всего остального. На всех, скажем так, пристально наблюдают партнеры по диалогу, опять же, вышеозначенные крупные государства, которым не нужен здесь конфликт абсолютно. И они выступают, скажем так, модераторами этого процесса, которые четко обозначают, что вы или договариваетесь, или хотя бы встречаетесь, говорите, или давление будет усилено по всем экономическим лидерам, а без поддержки Ташкента, Москвы и Пекина, Таджикистана и Кыргызстана, собственно, вся их экономика этих стран, она завязана, эти 100% на 90 с чем-то. Вот. Собственно, если вот так. Видно, что переговоры были крайне сложные. Понятно, что ни одна из сторон не вышла бы и не сказала, мы достигли всего, чего хотели. Нет. Да, это так и будет тянуться. Сколько это будет тянуться? Ну, надеюсь, в пределах года-полутора, чтобы большую часть территории мы хотя бы уже описали. Но это процесс, который нужно было начинать. Потому что, ну, нарыв уже взорвался, именно даже, можно сказать, года полтора уже назад. Это были постоянные драки, перепалки, перекидывание камнями и выстрелы в воздух. Выстрелы в воздух. Официальный визит президента Кыргызстана в Таджикистан, я думаю, он был поспешный, потому что, с одной стороны, агрессия Таджикистана, которая была в апреле-начале мая 2021 года, она довольно большое значение имеет для внутриполитической ситуации. Плюс, все-таки они должны были восстановить, принести извинения, компенсировать все потери и чешские жизни, такая жизнь. Сегодня Кыргызстан находится в немножко другой геополитической ситуации. Он более выгодный, он может ждать. И мы ввели в мае месяце решением правительства запрет на пересечение государственной границы, торговли и других вещей. И это тоже сигнал. Это санкции фактически. Плюс, я думаю, что значимых соглашений и решений в Таджикистане не было. Поэтому, я думаю, мы будем даже смотреть дальше реакцию, что будет дальше. В какой-то мере, мне кажется, это не наш сценарий геополитический, а каких-то внешних игроков. Соблюдение протокольных норм. Наш президент новый в регионе. И, соответственно, это как визит вежливости. Удручает, что этот визит омрачался событиями 28-29 апреля. И, соответственно, это была главная тема, насколько вот и средств массовой информации, и от закрытой встречи. Желание президентов мирными путями решить вопрос путем переговоров. Они постоянно декларируются уже на протяжении, по крайней мере, с 2014 года, когда впервые Таджикистан применил артиллерию. Насколько это соответствует действительности? Сейчас стало очевидным, что пока не будут договоренности по проблемным вопросам, установление мира стоит под угрозой. Это вопросы воды, границы, которые так и остались нерешенными. То есть мы не определились... Требования таджикской страны ясны, что необходима дорога, необходим в каком-то виде коридор от Варуха до Таджикистана. И, кроме этого, имя было официально озвучено, что по картам 24-го года все эти села между Варухом и Таджикистаном, наши села, Ахсай, Тамзых и другие, это является земля Таджикистана. То есть, таким образом, Таджикистан недвусмысленно дал понять, что имеет территориальные претензии. Поэтому и был поиск предложения со стороны в качестве посредников. Со стороны это выглядело, что этот конфликт не первый раз. Это вот в 2014-м году перманентно каждый год возникает. Ну и вот, конечно, последние, 28-29 апреля, агрессия саджикской регулярной армией на территорию Крымзистана. При всех сопутствующих, что мы в одном ОДКБ находимся и так далее, и предложение России быть посредником, готовность соседних стран предоставить площадки для обсуждения, готовность ООН предоставить площадку для урегулирования этой ситуации. Гаврила ставил один вопрос. Исчерпан ли потенциал двусторонних переговоров? Как вы говорите, зашли ли мы в тупик? То есть, стоят условия, неприемлемые для обеих сторон. Вот есть большая надежда, что как раз-таки этот вопрос и обсуждался. В той или иной мере на сегодняшний день Россия является посредником в этом вопросе. Потому что основной темой обсуждения между Рахмоном 9 и Путиным был конфликт на Крымзко-Таджирской границе. Основной темой встречи Джапарова с Путиным в Сочи также была эта тема. То есть, тем, что Россия все более активно вовлекается в этот процесс. Дальнейшее решение выглядит в нескольких вариантах, конечно. Первый вариант, все-таки это надо взять паузу. Потому что произошли царические события и погибли люди. Произошла такая достаточно серьезная агрессия. Второе, все-таки, когда предлагалось, что визит Джапарова при всей необходимости или целесообразности совершался бы не в душем бы. Либо на нейтральной территории, либо на самой границе. Что является самым логичным, что продемонстрируют народам двух приграничных областей волю и решимость президента. Ну, тем не менее, не тот, не этот вариант не был. Но все-таки, я думаю, двусторонняя встреча на самом высоком уровне, или хотя бы на уровне премьеров, на границе она должна быть. Это и есть, хотя бы до решения проблемных вопросов, демонстрация готовности их решать на практике. То есть, вся эта историка, она должна все-таки сопровождаться действиями. Простых людей, живущих на границе, одними уверениями о дружбе и готовности решать дипломатическим путем, этого недостаточно. И мы себе должны отдавать отчет, что время романтики, время слов, обещаний, особенно в Азии, в Центральной Азии, оно прошло. Наступило время конкретных прагматичных решений. Уверение, заверение, обнимание, чаепитие – это уже все, можно сказать, в прошлом. Это период романтики ушел. Здесь, видите, Диля, вопрос в чем. С Таджиками мы ведем переговоры по границе с 2012 года. Все рабочие группы, эксперты, топографы, все, что могли, в своих силах, они уже сделали. Остались вопросы только политического решения. Уже силами межправительственных комиссий, рабочих групп, оно ни к чему не приведет. Оно будет опять из раза в раз утыкаться в эти спорные вопросы, которые не в силах решить логичным или картографическим путем. Нужна политическая воля. Ну а политическая воля, любые визиты, решения границ, они всегда являются успешными, если стороны готовы, во-первых, идти на компромиссы. Второе, принцип – никто не должен быть победителем или кто-то побежденным. То есть кто-то должен выиграть, кто-то должен проиграть. И третье – ни одна из сторон не должна пытаться обмануть другую. То есть это говорит об уровне доверия друг к другу. Садясь за стол с большой долей недоверия, ни один вопрос не решится.